Я сердечно поздравляю вас с днём памяти святителя и чудотворца Николая. В честь его святого имени названа эта обитель. И вы все хорошо знаете, и только что было об этом ещё раз сказано, что обитель эта была построена в связи с победой русского оружия на Куликовом поле. Тогда, в то грозное время, не было ни града, ни монастыря. Отечество наше не было великим и сильным. А враг, который напал на страну и держал её долгие десятилетия под игом своим, был могущественным и казался непобедимым. Ибо захватил он не только Русь, но и многие другие страны, включая и страны европейские. И казалось, что нет такой силы, которая могла бы победить того грозного врага. Но мы знаем, что на Куликовом поле народ наш впервые одержал победу над этим врагом. И шли туда люди умирать, защищая отечество своё. Шли, зная, с какой силой им нужно будет сразиться. Но ничто не могло остановить тогда войско русское, вдохновляемое силой веры, преданностью своему народу, своему отечеству. И началось то грозное дело с молитвы. Святой благоверный князь посетил Сергия преподобного игумена Троицкого и спросил у него благословения. И его святыми молитвами заручился. А затем и имя святителя Николая призвано было в помощь. И многих других угодников Божиих. И рать русская, схватившись со смертоносцем, смертельно опасным врагом, победила. В честь этого события и вознесена к небу эта замечательная угрешская свеча, воздвигнут дивный монастырь, который сохранился, несмотря на поругание и разруху. И сегодня радует всех, и жителей Града сего, и тех, кто ездит по окружной дороге, да и тех, кто маломальски знаком с историей духовной и культурной жизни нашей страны, радует своей внешней красотой, величием своим. Но те, кто способен прозревать большее, радуются возрождению этого монастыря из праха и пепла из небытия. Сейчас только что я прочитал молитву к Освятителю и Чудотворцу Николаю, где мы называем его угодником Божиим, приносящим людям чудесную помощь, многообразную помощь в различных обстоятельствах жизни, в самых трудных обстоятельствах, во время бури на море, во время бурь житейских, когда действительно огромной смертельной опасности подвергается человеческая жизнь, тогда Святитель Николай приходит на помощь. не просто так, что это, мол, его некая обязанность пред Богом, а именно потому, что люди в минуту смертельной опасности особенно молятся Святому угоднику Божьему. Он слышит их молитву и становится ходатаем пред Богом, преклоняет к ним божественную милость. Если бы это было бы не так, то никакого бы Никола Угрешского монастыря никогда бы здесь не стояло. И тем более спустя 600 лет никто бы на месте семь не вспоминал святое имя великого Чудотворца. Никого обмануть невозможно, особенно в наше просвещенное время. И если люди приходят к его Чудотворным мощам, если преклоняются пред его иконами, если вспоминают его имя, то только потому, что он помогает и сегодня так же, как помогал в древности. Вот и мы помолились за сегодняшней Божественной Литургии, чтобы Святитель и Чудотворец Николай преклонил милость свою над Отечеством нашим, над всей исторической Русью, над Церковью нашим, над народом нашим, чтобы Господь помог нам преодолеть трудности экономические и социальные, которые на самом деле не являются трудностями смертельными, но поскольку отягощают жизнь и мешают достигать высот в других более важных областях, и в том числе в области мысли, духовной культуры, внутренней жизни человека. Мы просим его, чтобы и эти наши житейские трудности он помог нам преодолеть. Молимся сугубо за нашу молодежь, чтобы никакие искушения века сего не оторвали их от Бога, не помрачили в их религиозного чувства, чтобы никакие соблазны, которые используют инстинктивную природу человека, не разрушились целостности сознания, воли и чувств подрастающего поколения, сделали их способными на созидание семейного счастья и благополучия, сделали их способными трудиться не только ради себя и ради своего потребления, но ради ближних своих, ради Отечества, приумножая его силу и богатство. Мы молимся, молились сегодня и молимся о тех всех, кто в бедах, об инвалидах, о престарелых. Перед началом службы я благословил футбольную команду незрячих людей. Невозможно было взирать без умиления на этих молодых людей, детей, исполненных такой силой, что они еще и в футбол способны играть, имея такой недуг, как бы припобеждая этот недуг силой своей воли. Дай им, Господь, исцеление, крепости душевной и телесной, а вместе с ними всех тех, кто страждет, скорбит, кто и потерял здоровье, кто имеет трудности в семье, на работе, в иных обстоятельствах жизни. Мы молимся святителю и чудотворцу Николая, труд точно веря и зная на опыте истории страны своей, что он многое может по нашим немощным молитвам, ибо предстоит престолу Божьему во славе Царства Небесного. Пусть Господь благословит Отечество наше, страну, народ, церковь и град сей на многое и благое лето, укрепляя всех нас в вере, силе духа и здравии телесном. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok